У нас в Вашингтоне есть нежелание, а в Западной Европе это больше всего похоже на ложь, по-настоящему поговорить с русскими, найти способ положить конец этой трагедии на Украине, остановить полное разрушение украинского государства и гибель сотен тысяч жизней. И русские сейчас сталкиваются с реальностью, что поскольку мы не желаем вести переговоры, им не только придется продолжать доводить эту войну до конца, но возможно им действительно придется мобилизовать нацию, чтобы начать войну. И я думаю, что это те моменты, о которых американцы не слышат. Так вот, ты упомянул две вещи. Одной из них был Бахмут. Ну что же, Бахмут по сути был ловушкой, которую русские устроили для украинцев. Именно Зеленский всегда настаивал на том, что Бахмут, это не просто еще один город на карте, это символ украинского сопротивления. Это также транспортный и логистический центр. Таким образом, украинцы должны были бороться и победить. Когда русские обнаружили это, и я бы сказал, что в декабре прошлого года они убедились, что это навязчивая идея украинцев, они решили пойти дальше и позволить как можно большему количеству украинцев попасть в ловушку. Я думаю, когда стало ясно, что украинцы больше не собираются усугублять неудачу, русские решили закрыть это то, что они сделали. Они наконец-то двинулись вперед, уничтожили последние очаги сопротивления и теперь подготовили этот фронт протяженностью в несколько сотен миль на юге Украины за широко анонсированную контратаку Украины. И люди часто спрашивают, ну и что же не так с русскими? Почему они не могут контролировать свою границу? Ну что же, у русских граница протяженностью в 1100 миль. Это довольно существенный показатель. И здесь нет стен и колючей проволоки, потому что у вас густые леса и огромные реки. Так что они могут защитить лишь очень многое. Так что неизбежно что-нибудь обязательно произойдет. Но в конечном счете весь бизнес провалился. И я думаю, именно поэтому впоследствии они, то есть русские, нанесли удар по штаб-квартире тайной полиции в Киеве. И это, по-видимому, было очень разрушительным. И как сообщается, в штаб-квартире, когда был нанесен удар, также присутствовало большое количество офицеров НАТО. Я не видел никаких реальных подтверждений тому, что это правда. Об этом говорят все, кто находится там на земле. Но опять же, мы не видели никаких доказательств того, что тела были вывезены и перевезены обратно в Соединенные Штаты, Великобританию или другие страны. Поэтому я думаю, что русские сейчас сделали следующее. Они сказали, смотрите, мы знаем, где что находится. И они это делают. У них есть такие же возможности для наблюдения за воздушным пространством, как и у населения. Так что ты не сможешь спрятаться от российской военной мощи на Украине. И до этого момента русские проявляли действительно замечательную сдержанность. Они не нападали на города и не разрушали их. Они атаковали только системы вооружения, особенно средства противовоздушной обороны или пункты снабжения оружием, места сбора, которые во многих случаях находились вблизи городов или в них самих, но они не нападали на города. Другими словами, они не делали того, что мы делали во время Второй мировой войны, а именно массово уничтожали украинские города. Мы уничтожили японские и немецкие города. И Путина намеренно сдерживают, потому что он хочет договориться о прекращении этого. А мы продолжаем настаивать на том, что никаких переговоров не будет, и тогда его придется выгнать. Ну что же, вероятность того, что Украина собирается выгнать русских из Украины, близка к нулю. Так что реальный вопрос в том, что русские будут делать дальше. И я думаю, что они дождутся контрнаступления украинцев, а затем, я думаю, нанесут удар. И я думаю, что мы увидим, как их силы двинутся в наступление. И они завершат уничтожение украинских сил, безусловно, на востоке Украины. Они снова возьмут Харьков и Одессу, которые исторически являются русскими городами. И я думаю, что они, вероятно, закроют свои позиции на реке Днепр просто из соображений безопасности. А теперь, что произойдет после этого? Опять же, я думаю, что Москва предпочла бы договориться о прекращении этого бизнеса. Мне неизвестно, появимся ли мы и предпримем ли что-нибудь. По данным CNBC, всего несколько минут назад, когда мы ввели запись, беспилотники продолжали наносить удары по российской территории, в том числе по двум нефтеперерабатывающим заводам, расположенным примерно в 50 милях от чрезвычайно важного российского Черного моря. Морские терминалы по экспорту нефти. Так это и есть то самое контрнаступление, о котором мы здесь говорим? Или есть что-то еще? Нет, я думаю, что вы увидите серьезные действия на местах. Украинцы привезли около 30-35 солдат, украинских солдат, вернувшихся с полигонов в Соединенных Штатах, Германии, Чехии, Канаде. Они будут собраны и станут костяком новых сил для контрнаступления. А теперь скажите, насколько большими они будут после этого? Я не знаю. Но это хорошо обученные войска, и они собираются попытаться прорвать оборону русских на юге. Я подозреваю, что они попытаются в нескольких точках, но в какой-то момент они предпримут усилия, потому что у них просто больше нет такой ударной мощи на земле. Они не могут позволить себе распылять свои силы. Это и есть украинцы. И я думаю, что у них ничего не получится. Но я думаю, что они чувствуют себя обязанными попробовать или столкнуться с возможностью того, что другие европейские государства покинут их и больше не будут их снабжать. И в конце концов, у европейцев в значительной степени закончилось оборудование для отправки и боеприпасы для отправки. Мы тоже довольно близки к этому. Так как ты думаешь, они собираются продолжать наступление на Белград, на тот район, о котором они говорили, который они создавали? Я не думаю, что они смогут вести туда сколько-нибудь значительные силы. Все, что попало туда, было в значительной степени разрушено. Все солдаты были убиты. Я не знаю, сколько раз они могли так поступить и потерять всех, кого посылали. Это самая большая проблема для украинцев. Я имею в виду, что эта одержимость наступательными операциями обескровила их. Мы точно не знаем, сколько сотен тысяч украинских военнослужащих было убито. Мы знаем, что сравнительно немного россиян было убито или ранено. Я думаю, что обменный курс в целом был примерно 1 к 8. На каждые восемь украинцев приходится один русский. И я думаю, что это довольно стандартный показатель. Проблема в том, что если вы сейчас находитесь в Москве и смотрите на стратегическую картину на Западе, становится все более очевидным, что вам придется начать наступление. Чтобы доведите это до какого-то завершения, а затем надейтесь, что европейцы захотят вести переговоры отдельно. И я думаю, что вероятность того, что это произойдет, растет с каждым днем. Германия сейчас погрузилась в очень серьезную рецессию, которая легко может перерасти в депрессию. Сотни тысяч немцев потеряли работу в очень важных отраслях промышленности, в химической промышленности, во всем, что связано с нефтью, и очевидно в тяжелой промышленности. Германия действительно является двигателем процветания Европейского Союза. И по мере того, как Германия все глубже погружается в рецессию, все больше людей теряют работу, последствия для остальной Европы будут очень серьезными. И как только станет ясно, что уровень жизни резко падает, вещи становятся недоступными, или вы не можете их приобрести, особенно в Европе. И да, тогда я думаю, что у ответственных людей большие неприятности. Значит, это все в будущем. Я не могу предсказать, когда это произойдет, но это определенно произойдет. Вопрос в том, как долго русские будут ждать. И я не думаю, что они будут ждать очень долго. Я думаю, что они воспользуются летом, чтобы попытаться завершить это дело настолько, насколько это возможно. Я подумал, что возможно я что-то не так понял, но я подумал, что они не слишком много делают, когда земля теплая, потому что грязь такая густая. На самом деле это не так. Нет, это правда. Но сейчас в Украине укрепляется почва под ногами. Сейчас достаточно сложно поддерживать движение большого количества бронетехники. Это касается обеих сторон, украинцев и русских. Не забывай, что грязь это агностический фактор. Она действует в обоих направлениях. Это останавливает и украинцев, и русских. Вот почему ты наблюдал за этими пехотными сражениями в стиле Первой мировой войны, потому что ты просто не мог перебрасывать большие силы для маневра. Скоро все изменится. И я думаю, что украинцы откроют лето каким-нибудь наступлением. Я не думаю, что это сработает. Я думаю, что они понесут ужасные потери. И я думаю, что русские затем перейдут в контратаку. Кому из России придется проделать весь путь до Киева, чтобы заставить их подчиниться? Это я имею в виду по их расчетам. Но что же, я думаю, что вероятность того, что это так, растет с каждым днем. Опять же, русские не хотят править украинцами. Путин говорил об этом несколько раз. Он не заинтересован в том, чтобы цитировать без кавычек, завоевание Украины никогда не было целью. Все, чего он хотел, это нейтралитета Украины. И что мы сделали, так это отказались от нейтралитета в пользу так называемого членства в НАТО. Но мы уже потратили 8 лет с 2014 по 2022 год на создание этой огромной украинской армии, ее оснащение, обучение, укомплектование лучшими офицерами и унтер-офицерами, которых смогли найти, а затем готовится применить его против русских. Я думаю, что если бы русские не напали на нее, то вероятно к лету 2022 года вы вероятно стали бы свидетелями ограниченных преступлений украинцев против русских на востоке Украины. Помните, все это связано с тем фактом, что русские живут на востоке Украины, а это почти треть населения Украины. Население, говорящее по-русски, является русским в культурном отношении, этнически русским. Они были угнетены. На территории Украины к ним относились как гражданам третьего сорта. Они были вынуждены либо отказаться от цитат, либо украинизироваться, либо покинуть страну. Минские соглашения были разработаны для решения этой проблемы, но как мы узнали от Меркеля Макрона в Европе, эти соглашения были мошенничеством. Они никогда не были серьезными. Они были просто разработаны для того, чтобы выиграть время для расширения и роста военной мощи Украины. Так что сейчас большая часть этой военной мощи уничтожается. У вас осталось очень мало людей с каким-либо опытом, которые пережили боевые действия и способны на это. Вот почему возвращение этих 30-35 человек из-за рубежа так важно. Так что это своего рода последний шанс, с которым я думаю украинцы смогут справиться на местах. Русские справятся с этим. И еще раз, я думаю, русские поняли, что нам придется идти к реке, к Нипперу. Нам придется повернуть на юг, взять Одессу, повернуть на север, взять Харьков. Это то, что их интересовало с самого начала, потому что именно там живут русские. На самом деле они не хотят пересекать реку и пытаться управлять западной Украиной. Я имею в виду, что русские не глупы. Они знают, что украинцы не хотят, чтобы ими управляли из Москвы. Но на данный момент они чувствуют себя обязанными продолжать в том же духе просто потому, что мы ясно дали понять, что все, что останется от Украины, мы превратим в своего рода таран, который будет использован против России. Россия с этим не смирится. Аналогия была бы такой, если бы мы обнаружили, что китайцы, русские или кто-то еще пытается превратить Мексику в плацдарм для нападения на Соединенные Штаты. Сейчас некоторые люди сказали бы, что это уже произошло с наркокартелями. Но это уже другая тема. И я согласен с тем, что нас это должно волновать гораздо больше, чем то, что происходит в Украине. Но суть в том, что мы не потерпим, чтобы иностранные силы на территории Мексики создавали антиамериканские силы. Мы бы уничтожили их. Ну, по сути, именно это русские сделали на Украине. Но мы также не хотим править мексиканцами. Мы хотим, чтобы мексиканцы управляли сами собой. А русские хотят, чтобы украинцы управляли сами собой, но они хотят нейтралитета для того, что осталось от Украины. И это условие не изменится. Итак, насколько Россия истощена с точки зрения того, сколько у нее солдат? Скольких они потеряли? Сколько из них находится в наилучшем состоянии, чтобы продолжать войну такого рода? Каково их экономическое положение и положение с вооружениями? Насколько они израсходованы на все это? Ну что же их экономика процветает? Они занимаются бизнесом по управлению земельными участками. Их экспорт, особенно полезных ископаемых и нефтепродуктов, находится на рекордно высоком уровне. В конце этого месяца в Санкт-Петербурге состоится встреча с участием представителей 84 стран. И все эти страны заинтересованы в том, что Россия и Китай выставляют в качестве валюты, обеспеченной золотом. Все эти страны хотят вырваться из-под влияния финансовой системы Запада, в которой доминируют США. И единственный способ добиться этого, перейти к торговле валютой, обеспеченной золотом. Русские, китайцы, индийцы, очевидно, саудовцы и многие Эмираты накопили огромное количество золота. Так что они готовы двигаться в этом направлении. Это исключило бы нас из процесса и по сути сняло бы время взаимодействия с нами через нашу систему. Это также означает, что они перестают торговать в долларах, а это значит, что мы больше не можем передавать им наши долги. Что по сути и происходит, когда они ведут с нами бизнес в долларах. Я думаю, что у этих 84 стран, плюс Россия, Индия, Китай, есть очень хорошие шансы на успех. Так что это первое, что нужно сделать. Суть в том, что экономически мы совсем не навредили России. Россия переживает экономический бум. Во-вторых, в военном отношении их заводы работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, производя военную технику всех типов и разновидностей. Начиная от крылатых ракет, тактических баллистических ракет и заканчивая танками, самолетами и винтовками. Так что недостатка в оборудовании нет. И наконец в рабочей силе. Ну что же, в настоящее время в российской армии служат около 800 с лишним тысяч человек, и это число продолжает расти. Безусловно, 700 тысяч человек либо участвуют в украинской операции, либо служат в России в ее поддержку. Вероятно, от 3 до 400 российских военных находятся на севере Белоруссии, в Белой Руси и на юге Украины, готовые нанести удар в случае необходимости. Так что они находятся в очень выгодном положении. Но, как я сказал в начале этой дискуссии, одна из вещей, которая сейчас обсуждается за кулисами сцены в Москве, это потенциал для тотальной мобилизации. Если они перейдут к полной мобилизации, то речь идет о двух миллионах человек в российской армии. Все они прибывают в Украину, но не все возвращаются, верно? Ну ты же знаешь, что все зависит от населения. Я имею в виду, что они не хотят этого делать. Но если мы собираемся твердо настаивать на том, что все, что осталось от Украины, должно быть частью НАТО, должно быть враждебно настроено по отношению к России. Должно принимать у себя иностранные силы, должны потенциально разместить ракетные системы, которые мы разместили бы на земле и которые угрожают России. Что всегда было на повестке дня. До тех пор, пока мы будем настаивать на этом, шансы на то, что русские перейдут к полномасштабной мобилизации, вполне реальны. А это означает, что они будут продвигаться вплоть до польской границы, а также до румынской границы и молдавской границы раз и навсегда. Они просто не хотят повторения того, через что они только что прошли в Украине. Я имею в виду, что это вполне объяснимо. Они не хотят проходить через это. Но мы опять же отказались рассматривать какую-либо альтернативу тому, что я только что описал. И это прискорбно, Дэвид, потому что, как вы знаете, нейтралитет мог бы стать огромным подспорьем для Украины. Нейтралитет это то, чем Австрия наслаждалась на протяжении десятилетий. Уровень жизни в Австрии до того, как она стала нейтральной, был намного ниже, чем в Германии. Сегодня уровень жизни в Австрии на самом деле выше, чем в Германии. Другими словами, Австрия получила огромную экономическую выгоду от нейтралитета. И я думаю, что Украина могла бы сделать то же самое, став мостом процветания между Востоком и Западом. Так кто же там командует, чтобы это продолжалось? Зеленский, это правительство, его покровители или Соединенные Штаты ЦРУ. Есть ли разные фракции, которые борются за то, как с этим бороться? Или так оно и есть? Все вышеперечисленное. Все вышеперечисленное. Зеленского всегда спонсировали ключевые фигуры в Вашингтоне, Лондоне, Нью-Йорке. Всегда ли это было ложью, по сути, когда он приходил к власти, пытаясь нормализовать отношения с Россией? Так было всегда. Я думаю, это довольно ясно. Да. И вот еще, что люди должны помнить. Это напоминает мне о Джорджа Буша-младшем, который был скромным политиком и превратился в разжигателя войны. О да, именно так. Я помню, как Буш сидел напротив Маккейна во время Праймерис, и все согласились с тем, что наше вмешательство в Косово и Боснию было ошибкой. А сколько таких было? Ад. Ад. В одно и то же время? Всегда один и тот же парень, выступающий в роли антивоенного парня, превращается в большого воинственного Джона Болтона. Фанат. Да, ну что же, я думаю, Зеленский всегда был совсем не тем, кем казался. Запомни, Зеленский, строго говоря, никогда не говорил по-украински. Он говорил только по-русски. Это был его первый язык. И, как у их правительства хватило наглости, если он говорил только по-русски. Но при этом они привлекали к уголовной ответственности людей за то, что они говорили «доброе утро» и по-русски в восточной части города. Как им это удалось? Я не понимаю, как они это уладили. Ну что же, это одна из причин, по которой у него была такая большая поддержка. Потому что большинство людей в Украине просто не хотели, чтобы Украина была враждебна России. Они не хотели войны. И он по сути сказал, если ты выберешь меня, я найду способ продвинуться вперед. Я буду вести переговоры о мире с Путиным. Так вот, ему потребовалось около трех месяцев, чтобы достичь того уровня, когда он свободно владел украинским языком и говорил на нем «Вы знаете, в основном без акцента». Хотя я многие носители русского и украинского языков говорят, что он продолжает говорить по-украински с русским акцентом. Я не знаю. Суть в том, что на данный момент это чисто академический вопрос. Он действительно интересуется Украиной. Мне трудно в это поверить. Я имею в виду, что он сидит там с Ларри Финком из BlackRock. И BlackRock очень заинтересован в том, чтобы забрать все ресурсы, какие только возможно, из Украины и России, скупив всю собственность в Украине, якобы для будущего использования им и его соинвесторами. И это именно то, что Зеленский готов сделать. По-моему, это не похоже на то, что он украинский националист. Я так думаю. А разве нет украинских националистов? А разве нет украинских националистов? Они лучшие бойцы. Каков был бы их моральный дух, если бы они постоянно сражались за BlackRock в этот момент? Я не понимаю, если бы они, понимаешь, я просто пытаюсь мыслить стратегически, если бы они все были вовлечены в это, и они сказали бы, подождите секунду. Мы делаем это для BlackRock. А я-то думал, что мы все националисты или что-то в этом роде. Ну что же, Дэвид, не забывай, что одним из преимуществ людей, рассказывающих о злобных русских, которые совершают зверства и все такое прочее. Было то, что холодная война осталась позади. Я имею в виду, что на протяжении десятилетий люди считали любого, кто говорил по-русски, потенциально опасным и, конечно, если не злым, то уж точно преступником в некотором роде. Ну что же, холодная война закончилась, но такое представление о России сохранилось и по сей день. Так вот, сегодняшняя Россия далеко не идеальна. Ни одно общество не идеально, но оно безусловно совсем не похоже на Советский Союз. Это русская православная христианская страна. В ее основе лежит русская национальная идентичность, культура и язык. Я думаю, что это одна из причин, по которой западные люди, которых я называю олигархами на Западе, так заинтересованы в ее уничтожении. Но реальная основная цель заключается в том, смогут ли они свергнуть Россию и ее правительство, смогут ли они заменить, скажем, Путина кем-то вроде Зеленского. Тогда в конечном счете вы сможете получить доступ ко всем ресурсам, которые может предложить Россия. Ресурсов в России предостаточно, и они были бы рады получить к ним доступ. Так что я думаю, что это вполне законное беспокойство россиян. И я думаю, что нам нужно понять, что стоит за их мышлением. Так вот, если ты украинец, то ты также являешься жертвой своего опыта общения с Советским Союзом. Вспомни, что при Сталине где-то от 6 до 9 миллионов украинцев систематически морили голодом, убивали или отправляли на верную смерть в ГУЛАГ. В период с 1929 по 1932 год. И память об офицерах НКВД, которые приходили туда и творили все это с населением, имеет глубокие корни. Значит, ты пробуждаешь эти воспоминания, призывая украинцев сражаться против русских. Хотя сегодняшние русские не имеют ничего общего с той силой, которая была коммунистической и советской в 1930-х годах. Мы даже видим эти старые описания, взятые из истории советских вооруженных сил во время Второй мировой войны, которые рассказывают о характере советского солдата. И они просто отбрасывают все старые формулировки и помещают русского солдата в современную эпоху, приписывая ему те же атрибуты и те же модели поведения для тех, кто был там в 1933 году, чтобы сказать 1945. Это неправда. Но опять же, как вы боретесь с этой глубинной предрасположенностью людей верить в худшее о выбранном вами враге. С этим очень трудно бороться. И я думаю, что это работает на пользу киевскому режиму. Теперь, сказав это, если вы заглянете в Телеграм и посмотрите на различные каналы и различные видеоролики, которые там публикуются, если они сделаны украинцами, украинскими солдатами и офицерами, вы увидите, что обнаружите, что на украинской стороне дела обстоят совсем не так хорошо. Большое количество украинских солдат начали осознавать, что их жизни растрачиваются впустую. А люди в Киеве коррумпированные преступники. И идет открытая дискуссия о том, что если русские не доберутся туда раньше нас, мы избавимся от Зеленского и его команды. Друзья, я имею в виду, что я постоянно вижу это на этих телеграм-каналах. И там есть много-много видео ужасных зверств, совершенных украинскими солдатами против русских. На самом деле у нас был немец. Есть ли ирония в том, что возможно ли по иронии судьбы, что если националистическая группа свергнет Зеленского, то она может быть более склонна к компромиссу с Россией на данном этапе или нет? Ты знаешь, это зависит от того, как вы определяете националистов, но любой, кто любит Украину на данном этапе, должен быть заинтересован в ее спасении от полного уничтожения. И прямо сейчас, когда все люди выходят на улицы, мы думаем, что осталось примерно 12 или 13 миллионов украинцев. По крайней мере, именно столько людей сказали, уходя, что мы никогда не вернемся. Население сократилось где-то до 19 миллионов, 20 миллионов, тогда как раньше было 34,5 миллиона. И помните, если вернуться в 1990 год, то там жило почти 90 миллионов человек. Таким образом наблюдается постоянный отток населения, потому что население устало от коррупции и преступности. Украина была не лучшим местом для жизни и взросления. Людям не нужно было этого понимать. И они не видят никаких доказательств того, что ситуация изменится при Зеленском или ком-то вроде него. Похоже, что есть олигархи-хищники, которые совершенно не заботятся о местном населении. И они научились использовать страхи местного населения перед иностранными олигархами, чтобы продолжить свою деятельность. Жестокое обращение с этими людьми. Это довольно печально. Да, я думаю, что это разумный итог, Дэвид. Я думаю, ты все понял. Это очень-очень печально. И это одна из причин, по которой президент Трамп сказал, я хочу, чтобы боевые действия прекратились. Я хочу, чтобы прекратились убийства. И это то, о чем мы должны беспокоиться. И тот факт, что мы этого не делаем, означает, что мы всегда рискуем перегнуть палку и вступить в прямую конфронтацию с русскими. И потом, у вас в Вашингтоне есть люди, которые не хотят смущаться из-за того, что может произойти. И тогда возникает риск эскалации до ядерного уровня. Только не в Москве. Я гораздо больше боюсь этого в Вашингтоне, где действует эта очень дилетантская и опасная администрация. Ну что же, это безусловно то, чем мы глубоко обеспокоены, и это должно волновать каждого. И, вероятно, сейчас не самое подходящее время для того, чтобы вкладывать слишком много денег в накопление долларов для инвестирования. Когда с долларом будут происходить все эти неприятные вещи. Сейчас очень тяжелое время для среднего класса в Америке. И найдутся те, кто будет страдать из-за прибыли и BlackRock от этой эксплуатации доллара, чтобы попытаться собрать побольше денег в ближайшее время. Я думаю, что ты точно попал в цель, и американцы должны требовать, чтобы основное внимание было сосредоточено дома. Нам нужно восстановить верховенство закона. Нам нужно напрямую бороться с преступностью и искоренять ее во всех наших крупных городах. Нам нужно закрыть границу. Нам нужно остановить торговлю людьми, а также наркотрафик там, где он начинается, выходит из Мексики и движется на север, закрыть границу и остановить это. Сколько жизней мы потеряли в прошлом году из-за фентанила. А мы все время говорим о фентаниле. Это всего лишь один из препаратов. Мы думаем, что потеряли еще 100 человек, еще 100 американцев. Похоже, в Вашингтоне, округ Колумбия, никто не поднимал этот вопрос в течение длительного времени. Это чистая правда. Что ты говорил о православной церкви в России? Что ты думаешь о том, что Зеленский подарил папе римскому икону, на которой изображен Иисус, младенец Иисус, затемненный. Ты это видел? Я этого не видел. Я, ты знаешь, я бы не обращал никакого внимания на то, что он делает, и на людей вокруг него. Я уверен, что ты видел его фотографию с этим. Я думаю, что это была фон дер Ляйен, которая является председателем комиссии Европейского Союза. Зеленский был в центре. Справа от него был кто-то еще, и это было перед скульптурой Гермафродита. Гермафродит похож на ангела, но у него мужские гениталии, женская грудь и так далее. И они были сфотографированы на фоне этого, как будто это будущее, и все желающие могут подняться на борт. Я имею в виду, что все это развратные вещи. И я боюсь, что элита Европы и Соединенных Штатов подписалась на это. Да, да, это отвратительно. Ну что же, я действительно ценю твое время. И я еще раз благодарю тебя за то, что ты поделился своей оценкой происходящего там. И я надеюсь, что мы продолжим молиться о мире и быстром разрешении этой проблемы. Ну что же, я надеюсь, что каждый позвонит своему конгрессмену и сенатору и потребует положить этому конец. Именно это и должно произойти. Я полностью поддерживаю молитву, но нам нужно четко подать сигнал, что мы хотим положить этому конец. А войска в Польше и Румынии, которых у нас там 40 или 50, а то и больше, должны быть на границе. У меня только что появилась идея. Знаешь, я слышал, что Такер Карлсон, возможно, захочет участвовать в дебатах республиканской партии. Я бы хотел, чтобы он пригласил тебя участвовать в дискуссии и задавать вопросы по этим вопросам. Ты мог бы себе это представить? Полковник МакГрегор, какой у тебя был вопрос к кандидатам? Было бы здорово хоть раз услышать от него ответы на актуальные вопросы внешней политики. Ну что же, я подозреваю, что это будет холодный день в аду, Дэвид, но посмотрим. Все в порядке.